Музыка Меня зовут Самсон Либерман, я доцент кафедры социальной философии, КФУ. И сегодня мы будем говорить про то, что такое капитализм, и как его можно определять. Нужно ли его определять, получается ли это вообще делать у людей. Не очень получается, вот спойлер. И поэтому в ближайшие полчаса мы про это будем с вами говорить. Так, поехали. Значит, классическое определение капитала – это определение Карла Маркса, когда капитал – это самовзрастающая стоимость, и, соответственно, капитализм – это формация, это форма устройства общества, которая выстраивается вокруг капитала как главного вида собственности. Значит, главная его черта капитализма – это то, что он условно делит общество на два противостоящих таких звена. Что у нас труд и капитал оказываются отделены друг от друга. И если, соответственно, до этого они более-менее работали вместе, а это самовзрастающая стоимость, условно, какие-то орудия труда, они принадлежали тем, кто трудится, то в капитализме они отделяются друг от друга, и вот из этого противостояния между трудом трудящимися, и капиталом, и капиталистами, соответственно, вырастают какие-то черты общества, которые Маркс описывает. И, соответственно, когда ругают капитализм, главное, что в нем ощущение усталости, неусталости, просто противостояние общества связано с тем, что человек себя начинает чувствовать машиной. То есть вот эта идея капитала самовзрастающей стоимости – это идея такой машинки, которая сама все производит. И человек от нее оказывается отдельным, он оказывается от нее отчужденным, и его встраивают в эту машину как еще одну деталь. И вот этот лудизм, на картинке, собственно, лудиты, люди, которые эти машины разбирают. То есть капитализм, условно, изначально, вот так же у Маркса, это история про собственность, про вещи, которые стали отдельными от людей, которые стали противостоять людям. И, соответственно, протест против капитализма так или иначе связан с протестом против вот этой собственности, которая нагляднее всего – это восстание против машин. И ощущение усталости от капитализма – это усталость от машин. И вот эти интуиции, когда человек ощущает себя частью механизма, частью системы, частью какой-то вот этой большой машинерии, индустрии, они и в массовой культуре в целом, и вообще, в принципе, и до этого, да, они витают в воздухе, и они все ощущаются. Эта идея, как бы, вот в матрице, наверное, лучше всего понять, не это схвачено, да, когда человек ощущает батарейкой вот в этой большой машине, он к ней подключен, он что-то производит, и он не очень понимает, куда это, что это и зачем. Вот, и вот это, как бы, такой самый грубый, примитивный образ, да, от которого можно отталкиваться, когда мы говорим о капитализме, то есть, когда люди говорят, что им не нравится капитализм, скорее всего, они условно имеют в виду вот именно это, именно вот это ощущение, когда ты чувствуешь себя батареечкой, когда ты чувствуешь себя винтиком вот в этой большой махине, которой ты не очень понимаешь вообще, как, в принципе, она устроена, как она работает, и для чего она, и нужен ли ты ей, и она тебе. Да, то есть, вот это разделение между трудом и капиталом, вот в пределе выражается, когда капитал порабощает человека, причем именно как трудящегося. Но важная такая ремарка, вот, ну, то есть, вот это все, это условно можно вытащить из Маркса, да, из XIX века. Здесь, вот, самый большой портрет справа, у вас слева получается, это Ник Ланд, философ, причем плохо, что он получился слева, да, по задумке он должен был быть справа. Вот, потому что правый философ, а, соответственно, слева это Ник Сырничек, и они развивают вот эту идею капитализма, идею отношений с машинами уже, как бы, вот там, условно, в 90-е, в нулевые и сегодня. Ланд немножко отошел от дела, Сырничек, как бы, продолжает, развивает, так он более молодой товарищ. И здесь, как бы, главная идея вот этого Ланда, сумасшедшего философа из 90-х, да, она вынесена на заглавы, и капитализм еще не наступил. Его, вот это развитие идеи отношений с машинами связано с тем, что капитализм, это не то, что происходит сейчас, капитализм, это тоже должно наступить. То есть, вот это порабощение, и вот в этих, кстати, штуках антиутопических это тоже есть. То есть, вот эта подлинная власть машин, она еще не наступила до конца. Мы все еще боремся, там, условно, сопротивляемся и так далее. Да, капитализм еще должен наступить. И он, соответственно, отвечает всем этим левым критикам, он так пренебрежительный эффект называет левые критики, которые критикуют то, что они видят. Он, соответственно, им отвечает, что вы критикуете еще не капитализм. Капитализм еще окончательно не наступил. Капитализм должен случиться. Что он имеет в виду? Для него капитализм – это, соответственно, окончательное исчезновение человека, растворение его в таком, он его называет технокапитал. То есть, связанный как раз с властью техники, когда человек оказывается такой разменной монетой, который необходим капиталу, чтобы его произвести, но в итоге в какой-то момент станет ему лишним, станет ему мешать. Вот такие опасения, алармизм, такой связанный с искусственным интеллектом из 90-х годов, когда там терминатор появляется и все эти истории. Ланд это использует в духе вот таком философском. Но он считает, что это не страшная картинка, с которой нужно бороться, восстание искусства интеллекта, восстание машин, а то, что просто неизбежно будет, и то, к чему нужно готовиться, и как будто бы это вообще логично и нормально, и мы должны быть готовы к тому, что вот как бы разум, он вот будет таким. Разум вообще технологичен и так далее. А человек как бы ему мешает, он ему нужен был на каком-то этапе, но определенно как бы уйдет. И, соответственно, Ланд предлагает его политическая программа. Если, соответственно, Маркс считал капитализм одной из стадий развития и считал, что капитализм обязательно сменится следующим этапом – коммунизмом, где как раз вот этого разделения на классы не будет, везде общество будет бесклассовым, все будет принадлежать всем, и, собственно, не будет совсем. Да, соответственно, Ланд настаивает на том, что капитализм еще не наступил, соответственно, и капитализм – это конечная точка, где все схлопнется совсем, где как раз машины одержат власть, одержат победу, власти будет полностью у них, и человек должен не раствориться, и никакого следующего этапа нет. И если вот такой левый мейнстрим, постмарксовский в том числе, связан с восстанием против капитала, с революцией, то Ланд будет говорить о том, что мы должны его разогнать наоборот, чтобы он наконец наступил. То есть он еще не пришел, он еще не наступил, и, соответственно, мы должны его только как бы… Все, что мы можем, мы можем только ускорить его приход, сопротивляться бесполезно. Вот. Соответственно, левый товарищ, Никсер Ничи, который у вас по вот этой случайности оказался справа, он условно левый акселлюционист. То есть это направление, связанное с ускорением настоящего, да, то есть главное обвинение в сторону современных политических деятелей, политических философов в основном связано с тем, что у них нет никакой альтернативы настоящему, что они все критикуют, но позитивной программы не предлагают. Соответственно, ответ Ландо будет связан с тем, что нет никакой позитивной программы, капитал – это конечная точка. Все, на этом все закончится, просто он до конца еще не наступил, но мы уже чувствуем, как он находит. Страничник, соответственно, настаивает на том, что для того, чтобы мы вышли дальше, вот в этот самый какой-то следующий этап, мы должны выработать ресурс капитализма до конца. И тогда, соответственно, он сам себя разложит, распадется и так далее. То есть точно так же, как условно феодализм, да, когда сменился капитализмом, он должен был выработать все ресурсы до конца, чтобы капитализм смог появиться. Вот чтобы мы смогли выйти на следующий этап, говорит Страничник, мы должны капитализм разогнать настолько, чтобы он сам себе стал проблемой, чтобы он сам себя изжил, сам себя съел, и тогда на руинах вот этого рухнувшего капитализма что-то новое вырастет. И почему у нас нет программы? Ну потому что это не проект, это не политическая штука, это как бы развитие экономики и все остальное. Мы должны как бы только ускорять. То есть здесь та же самая идея разгона капитализма до конца, до его смерти, но у Ланда это как бы конец света, да, а у Страничника это как бы вот начало светлого будущего. Вот. Но в любом случае, как бы, да, капитализм до конца еще не совершен. Вот в 21 век характеризуется вот этой программой интересной, да, которая называется акселерационизм, акселерация, ускорение, да, вот такая. Они как бы и слева, и справа присутствуют. И те, и другие, да, связывают капитал тоже с техникой, с цифровизацией, со всем остальным. Страничник, например, автор самой главной книжки про современный капитализм, которая называется «Платформенный капитализм», которая описывает вот эти все, не только социальные сети, но и каком-то Амазон и все остальное, как новый тип фирм, новый тип капитала, который принципиально отличается от всего остального. Ну, короче говоря, интересно довольно, товарищи. Вот. И зачем нам нужно это было все, да, за тем, чтобы зафиксировать вот эту ландовскую идею про вторжение из будущего. Итак, у Ланда капитал еще не наступил. Капитал, он здесь использует вот эту метафору терминатора. Если вы помните, то там интересный такой ход с вот этими петлями времени, связанный с тем, что для того, чтобы SkyNet появился, нужно было забросить первого терминатора. И SkyNet как бы вырос из вот этой руки, которая была заброшена из будущего. То есть SkyNet, технология, вот это мировой искусственный интеллект, сам себя как бы произвел. Для того, чтобы он появился, он забросил себя в прошлое. Вот Ланд использует эту метафору для того, чтобы объяснить, как работает вот технокапитал, о котором он говорит. Это вот такая условно-синтетическая технокапиталистическая сила, которая как бы подготавливает свой приход. А люди, соответственно, оказываются такими полумашинами, или там он их называет машинами на органике, биомашины. Вот мы немножко разумные, немножко все еще животные. Соответственно, развитие будет связано с тем, что биологическое просто отомрет, как бы только машина и останется. Вот чтобы машины появились, нужны были вот такие как бы полуфабрикаты. И вот эта идея, соответственно, конца света, который сам себя производит, и капитал он понимает как вот такой как бы план, свершение, самоизбывающееся пророчество, еще вот такая у него метафора есть. И в этом смысле любое сопротивление капиталу, по мнению церничек, оно встроено в этот план. То есть еще одна предъява, которую как раз разбирает Делес, вот здесь он есть в маленьком уголку под Ландом, что в чем обвиняет капитализм, в том числе, в том, что он умело встраивает любой протест, любое восстание против него в свою собственную структуру. То есть любые там условные какие-то контркультуры, те же самые Левый, тот же самый Маркс, сегодня мы как бы в университете, в буржуазном, соответственно, академическом сообществе, его изучаем, говорим, я лекции про него читаю, все хорошо и прекрасно. То есть капитализм псиядный, все проглатывает, все у него хорошо, все переводится в знаки, все переводится в деньги, все замечательно и так далее. Вот, соответственно, Ланд это объясняет тем, что капитализм готовит все к своему собственному приходу и любая борьба с ним его только ускоряет, его только подбадривает. И мы, по мнению Ланды, должны просто быть такими пророками вот этого конца света, который скоро придет, просто смириться и ждать или приветствовать его и ждать. И тогда он может тебя помиловать и так далее. То есть вот эта такая метафорика полуфэнтезийная, полу там еще какая-то связанная с вот этим фигурой одержимого, одержимого будущим, оно здесь есть. И поэтому как бы вот у него капитализм и такое вторжение. Это, соответственно, еще одна такая была форма описания капитала. С одной стороны капитализм, еще раз, мы в самом начале бросили, что капитализм это история про власть машин, про то, что человек начинает чувствовать себя отчужденным от труда, он сам себе не принадлежит, чувствует себя винтиком. Еще одна форма описания капитализма довольно современная, связанная с будущим, о том, что капитализм это образ будущего всегда, он еще всегда не до конца, мы всегда к нему стремимся, мы хотим, чтобы он пришел. Мы все еще до сих пор не до конца капитализм, то есть Советский Союз 30 лет назад, соответственно, развалился, и мы до сих пор не до конца капиталистичны, мы до сих пор куда-то гонимся и так далее. То есть вот эта идея роста, развития и так далее, она тоже одна является ключевой характеристикой капитализма, связанная в том числе с тем, что он развивается через вот такую собственную сиятность, тем, что он свое собственное отрицание проглатывает, встраивает свою собственную структуру и так далее. Но что еще здесь можно добавить? Можно еще добавить, что капитализм это не только про труд. То есть не только противопоставление между человеком и машиной производится не только в качестве рабочего. У Маркса вот это есть одна из известных цитат про то, что труд, имеется в виду отчужденный труд, производит рабочего как товар. И, соответственно, вот человек отчуждается в форме рабочего. Но сегодня, соответственно, у нас не только труд производит рабочих, у нас желание производит потребителей, а внимание производит пользователей. И вот это как бы такое условно общее место в такой, даже не важно, в левой или правой критике капитализма, в том, что капитализм развивается. И если на старте, вот там в 19 веке, главное, как мобилизует капитализм человека, это рабочие на фабрике, то условный 20 век – это история про индустрию желания и потребителей, которые производятся. Связано, соответственно, с такой очевидной простой вещью, всем знакомой, про то, что там где-то на рубеже 19-20 века товаров становится слишком много, происходит перепроизводство, рабочих больше не надо так много, и вообще товаров так много больше не надо, и товары некуда девать, соответственно, спрос ограничен. То есть самое главное открытие, что оказывается спрос не бесконечный. Оказывается, что можно произвести слишком много. То есть это вот такое ужасное открытие. Люди до этого жили в мире, где, соответственно, нельзя произвести слишком много, сколько не произвел, все равно будет мало. Вот, соответственно, рост связан с тем, что перепроизводство товаров. И сначала маркетинг пытается изучать спрос. Очевидная такая штука. Для того, чтобы не производить слишком много, нужно узнать, сколько нужно на самом деле, подготовиться к этому и произвести сколько надо. И, соответственно, буквально следующий шаг связан с тем, что вместо того, чтобы изучать спрос, мы можем его производить, мы можем, соответственно, его контролировать, мы можем продуцировать его искусственно. Нужно производить спрос. Спроса не хватает, желания у людей не хватает, мы его будем индустриально производить. И культура 20 века, во многом ее развитие связано с тем, что теперь это целая индустрия, которая заточена под то, чтобы развивать в людях желания. А, соответственно, сегодня мы с вами живем в мире, где не только желание производится индустриально, но и внимание. И об этом, соответственно, мы скажем отдельно еще раз. Значит, индустрия желания довольно такая простая очевидная вещь, потому что об этом говорится на последние лет 70 точно. То есть критика капитала во многом сегодня связана с тем, что философы обвиняют культуру в том, что она производит потребности искусственно, что людям продаются товары, которые на самом деле не нужны. Как произвести товар, мы все знаем, нужно, соответственно, человека заставить думать, что он ему нужен. Это все даже не столько критика, сколько условная методичка по маркетингу. Создать потребность в нем. И вот этот шаг, который был связан с перепроизводством товара, сегодня, очевидно, происходит с информацией. Перепроизводство информации, перепроизводство контента приходит к тому, что у нас не хватает внимания, чтобы ее все потребить. Ведь информации слишком много и, соответственно, тот же шаг сделается, что и с товарами. Теперь мы производим внимание людей. Теперь мы будем индустриально, не то чтобы контролировать, но индустриально, соответственно, заставлять их смотреть то, что они смотреть, может быть, не хотят. Или думают, что не хотят. И здесь вот этот современный этап капитализма очень хорошо работает как раз в связи с тем, что страничек, о котором мы говорили, говорит о платформах. Платформы – это особый вид капитала, по мнению страничка, связанный с накоплением данных, с извлечением данных, с их обработкой. То есть платформы – это условно-цифровая инфраструктура, которая свои услуги как будто бы предоставляет бесплатно, но что она делает взамен? Взамен она собирает все данные об интеракциях пользователей между ней. То есть условно платформы – это какой-нибудь Uber или что-нибудь еще, которая соединяет двух пользователей, которая соединяет несколько групп пользователей, которые заинтересованы в контакте друг с другом. Они теперь имеют удобную площадку для этого, но взамен мы, соответственно, будем регистрировать абсолютно все, что там происходит. И за счет этого Uber гораздо эффективнее, чем любая другая, соответственно, служба такси, потому что у него есть конкурентное преимущество. Он знает, где, когда нужно повысить, понизить цену. Он знает, сколько нужно дать, соответственно, заплатить таксисту за это и так далее и тому подобное. Ну и просто он эффективнее в том смысле, что меньше посредников, что все это автоматизируется. И вот эта штука со сбором данных лучше всего ее видно с социальными сетями, потому что те платформы, в которых мы участвуем ежедневно, ежесекундно. И поэтому, соответственно, платформы, раз они нацелены на сбор данных и не заинтересованы ни в продажах, ни в производстве. То есть вот этих капиталистов платформенных не интересует ни продажи, ни производство. Они не хотят нас заставить работать, они не хотят нам ничего продать. Что они хотят? Они хотят, чтобы мы, соответственно, как можно больше пользовались платформами, чтобы мы как можно больше цифрового следа оставляли и больше данных они получали, чтобы нас было удобнее анализировать и так далее. И здесь существуют вот эти три условных инструмента, которыми они пользуются. Самый главный из них – это sharing content. Почему главный? Потому что он самый очевидный. Если массовая культура вот отсюда, из индустрии желания, работала таким образом, что она производилась в специально отведенных местах, специально отведенными людьми, по специально, соответственно, там, прописанным скриптам, и все это обрушивалось из одного места на весь мир, сегодня, соответственно, вся культура производится самими пользователями. И она суперразная, и она, конечно, тоже имеет форматы и все остальное, но при этом она гораздо более персонифицирована и гораздо более подобрана под конкретных людей, потому что она делается с конкретными людьми, а не специально обученными продюсерами. И, соответственно, зачем это нужно? Затем, что это инструмент удерживания внимания. Мы заходим в социальные сети, узнать, что случилось у людей, и рассказать, что произошло у нас. Кто-нибудь уже выложил, соответственно, фотографию с нашей лекции? Нет еще? Поднимите руки. Класс. Все борцы с капитализмом. Молодцы. Вот. Но так или иначе, нам хочется все время рассказать всем, что у нас новое. Мы заходим в социальную сеть, первый вопрос, который там висит, что у вас снова произошло. Ежедневные, ежемесячные, ежегодовые отчеты и так далее, и тому подобное. Продуцировать контент, комментировать чужой контент и так далее. Еще одна такая инструмент удерживания внимания – это геймификация. И тут тоже более-менее все, на самом деле, очевидно. Игра здесь работает скорее не как совокупность ролей, не как совокупность сюжетов и всего остального. Вот на уровне инструмента удержания внимания – это просто вознаграждение. То есть ежедневные квесты, различного рода статусы, которые приходят, сбер, спасибо и все остальное. То есть вот эта штука, она работает через присуждение вот этих самых вознаграждений, и человек готов делать разные интересные вещи просто, чтобы получить новый статус. Почему люди комментируют на гугл-картах что-то там, где они были? Потому что им за это дают очки, потому что они складывают баллы, потому что, соответственно, это все куда-то выливается в новый статус. Если, соответственно, требуются более затратные вещи, могут, соответственно, какие-то скидочки подарить и так далее. Различного рода плюшки. И последняя, самая очевидная вещь, которая и так понятна, как работает, но здесь важный момент, что если раньше условно от дизайнера требовали продающего красного, то сегодня продажи не нужны. Сегодня, соответственно, нужно, чтобы он просто удерживал внимание, он не должен быть там ни кричащим, ни каким и так далее. И свидетельством того, что это важно, является, например, просто наличие таких исследований, исследований, то, что называют цвет денег. Когда Google или кто-то еще, здесь конкретно Google, тратит большие деньги на исследование так называемого цвета денег, то есть цвета кнопки «купить». Оказывается, это влияет на то, как часто люди ее нажимают. Кнопка должна быть на нужном месте, должна быть нужного размера и нужного цвета. И привлекательность цвета связана не с какими-то там биологическими предрасположенностями, а просто с тем, что люди устают от одних цветов, привыкают к другим, что есть тренды и так далее, есть насмотренности, их изучают и так далее. Шерифт должен быть читаемым, должно быть минимум кликов, соответственно, кнопка должна быть на нужном месте, но не слишком навязчиво и так далее. Вот эти все вещи, они тоже важны, и на это тоже тратятся ресурсы, деньги, все должно быть удобно и так далее. И как преподаватель, например, и как человек, который работает время от времени в приемной комиссии, я регулярно сталкиваюсь с тем, что люди не умеют сегодня, ну, по крайней мере, молодые люди пользоваться электронной почтой. Почему? Потому что электронная почта – это устаревшая штука, она супер неудобная, в ней не один-два клика, а, соответственно, штук 15, чтобы отправить письмо, это медленно, это неудобно и вообще непонятно зачем. Почему? Потому что архитектура электронной почты, она, соответственно, аналоговая, она списана с другой, как бы вот этой аналоговой структуры. Мессенджер гораздо удобнее в этом смысле, потому что он придуман специально для этого. То есть вот эти все вещи, они очень хорошо тут видны. И, соответственно, зачем они все нужны? Они все нужны для того, чтобы человек как можно дольше держал открытым экран, свайпил, смотрел и так далее. В идеале он бы еще не спал, но к этому мы ближемся. Тогда бы мы вообще полное его время получили. И вот эту разницу еще между условно вот этой индустрией желания и индустрией внимания, разницу между капитализмом вот этих транснациональных корпораций и капитализмом платформ, можно увидеть на примере разницы между насилием и ненавистью. Если традиционная массовая культура работает через секс и насилие, и, соответственно, в образовании, когда преподаватель пытается работать как-то так, подкладываясь под массовую культуру, выясняет, что это не работает. То есть он приходит в аудиторию, рассказывает скопрезные анекдоты, думает, что все, аудитория у него в кармане, что все супер, ничего подобного. Как бы аудитория закатывает глаза, и на следующий раз не приходит. То есть потому что секс сегодня людей не интересует. Вот этот крючок, который там был, за который можно было двернуть раньше, его больше нет. Потому что теперь, соответственно, все работает немножко по-другому. В чем, смотрите, разница между сексом, в смысле между насилием и ненавистью, соответственно, сексом и идентичностью, одобрением, в том, что одно – это продолжение желания, другое – это продолжение внимания. Насилие – это про слияние с другим, это про его уничтожение. Мы вторгаемся в чужие границы и уничтожаем. Соответственно, секс – это тоже про слияние, про нарушение границ. А ненависть и, соответственно, идентичность – это про удержание границ. Когда я кого-то ненавижу, я его не уничтожаю, я, наоборот, его убираю от себя как можно дальше и ненавижу как можно дальше от себя. И современная, в том числе, разная политическая история международная, она тоже именно про это, про то, что у нас сегодня люди строят стены, они делают большую глобальную деревню. Идея фигуры, которая характеризует условный платформенный капитализм сегодняшний и вот такой капитализм прошлого века – это фигура пассивного потребителя и активного пользователя, активного юзера. И фигуру пассивного потребителя, у нас стоит совсем мало, я про это совсем коротко скажу, можно видеть у Финчера, лучше всего это схвачено вот в бойцовском клубе, то есть вот это напряжение между пассивным, подавленным, клерком, депрессивным, который, собственно, в чем его расстройство в депрессии? В том, что он не может желать, он ничего не хочет. И его альтер-эго, психопат, он хочет настолько, что он себя совсем не контролирует, то есть он как раз проявляет это самое насилие. Современный пользователь не страдает от депрессии, скорее он страдает от СДВГ, от синдрома дефицита внимания, гиперактивности. И он очень сильно, даже внешне отличается от симптомов депрессии. Современный человек ничего не хочет, он просто не может сфокусироваться на чем-то одном. То есть человек, рожденный и воспитанный вот в этой культуре индустрии внимания, он, соответственно, у нас вот такой реагирует на клики, реагируют, соответственно, на эти инструменты управления вниманием. И с желанием у него может быть проблема, если он, соответственно, тоже там работает, потому что индустрия желания никуда не делается, она по-прежнему продает различного рода товары. Но здесь, соответственно, фокус будет скорее вот про это. И если вот таким альтер-эго депрессии будет психопат, который проявляет насилие, то альтер-эго СДВГ будет как раз одержимость. Человек, который сфокусирован на чем-то одном и может, соответственно, там ресерчить по полгода один и тот же вопрос, который его мучает и так далее. И так же, как у Финчера, это вполне может быть один и тот же человек, который сегодня стреляет СДВГ и дальше его какая-то тема ухватывает, и он на это полгода погружается и живет там в компьютерной игре или в чем-то еще, или играет в ролевки и прочие-прочие штуки. То есть или просто какой-то вопрос его настолько зацепил, что он куда-то там учится, поступает на философию, пять лет учится, ради просто того, чтобы чего-то новое взвать. Вот. Это одержимость, да, это очевидно нездоровая какая-то штука. И да, время заканчивается. И последнее, что мне нужно с вами сказать, для того, что вот эта фигура пассивного потребителя, активного юзера, она нужна для того, чтобы подчеркнуть разницу между тем капитализмом и этим. И примечательно, что Эдвард Нортон, да, у меня здесь является выразителями обоих. Вот. Но так или иначе, да, самовыражение будет у этих людей разное. Если пассивный потребитель выражается через выражение желания, то есть через покупки в пределе или через насилие, да, то активный юзер выражается через производство контента, через самовыражение в социальных сетях, через присваивание идентичности и так далее. То есть если раньше молодой человек хотел быть богатым и зарабатывать много денег, для чего? Для того, чтобы покупать много. Сегодня человек хочет не покупать много, он хочет много внимания, он хочет, соответственно, быть известным, популярным и так далее. И люди сегодня дают такое, как бы, общее место вот в этих критериях успешности. Если раньше успех измеряется, как бы, количеством того, чего ты можешь себе позволить, да, вот это демонстративное потребление, то сегодня успех измеряется количеством подписчиков, просмотров и так далее. И последнее, что я вам скажу, что это работает и в том числе в университетской среде, что раньше вот такой рессентимент университетского преподавателя был связан как раз именно с этим, с завистью к чужому уровню потребления. И у меня был, соответственно, профессор, который очень плохо перенес, когда увидел свою студентку на джипе. Вот он все возмущался, что вот глупая студентка там стюрфака едет на джипе, предлагает его подвезти, а он умный профессор, идет пешком, отказывается и так далее. Сегодня вот такой интеллигентский рессентимент будет связан не с завистью к потреблению, а с завистью к уровню внимания, который имеет тот или иной человек. Что вот я такой умный и замечательный, а вот эту глупую студентку стюрфаку у нее, значит, миллион подписчиков, а у меня всего 15. Это несправедливо. То есть вот на этом все. И последнее, что, соответственно, здесь на экране есть еще ссылка на телеграм-мой канал. Слава внимания. Да, и подписывайтесь, соответственно, ставьте лайки и все остальное. И три журнала, которые мы издали, собственно, этот телеграм-канал вокруг вот этого Зина, который мы издали, который называется Локус. Вот третий год мы уже издали. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok